Если кто-то первый раз, я объясню психологию мужчины чуть-чуть. Не думайте, что мужчина-женщина – это одно и то же. Это очень-очень непохожая вещь. Здесь двух мужчин, здесь женщин. Это условное обозначение, то есть мы сейчас будем разбирать как бы психологию, внутреннее устройство. И вот два полушария мозга. Одно отличает у того и другого за рациональное мышление, то есть разум. А другая за эмоциональное, или чувство. Это есть у каждого человека. Еще раз. Разум и чувство. Вкратце я объясню, какая между ними разница. Между умом и разумом. Ум – это эмоциональное составляющее, разум – рациональное составляющее. Ум связан с чувствами, с органами восприятия. Здесь зрение, понятие, сезонное вкус, слух. И ум управляет этими чувствами. Он получает эту информацию. И его задача – выбирать только приятные ощущения, а неприятные отвергаются. Знаете, вот это «хочу-не хочу» чувствовали, да? Вот нравится – хочу, все, мое беру. Не нравится – не надо. Не надо – не хочу. Резкое такое. Принятие – отвержение. Принятие – это ум. Красивая женщина, естественно, нравится. Не моего вкуса, прохожу мимо. Так, не стойду. То есть поверхностно можно определить, что для меня приятно, что неприятно. Пища, одежда, не знаю, это мархитектура, мебель. Это я выбираю только при помощи чувств и ума. Но разум, рациональное значение, смотришь с другой точки зрения. Поскольку он не связан прямо с чувствами, а связан с умом, он выше. Он рассматривает с точки зрения пользы и вреда. Алкоголь дает приятное чувство опьянения и разум принимает с чувствами. Опьянение принимает. Хорошо же. Ну как чувство? Хорошо. Разум говорит – подожди, будь осторожен. Можно спать алкоголиком. Это вот видите функции разума. Что же касается наркотиков или каких-то излишек, скажем, я вот хочу вкусной пищи, я хочу съесть, скажем, там много, очень много. Разум говорит – подожди, много не надо. Есть проблема, если будешь передать, другая проблема есть. Как печенька, еще что-то там, здоровье, в чем подумай об этом. Вот это разум. Вот поэтому сейчас разум говорит – вот есть разум, есть. И два полушария, вот они работают. Видели людей таких лириков, людей таких вот сухих логиков, вот разность. Ну, в принципе, так. Мужчина, берем ее в возможности различать разумом и чувствами, чувствами за единицу. У женщины будет девять единиц. То есть, любая женщина сильнее, да, мужчина. Она имеет полную власть. Узнали об этом? Антон, вспомните, как бегали за девчонками. Ну, как влюблялись, и все. И вы не знали, как идти дальше. Женщина, ее форма, ее характер, ее природа, она имеет власть. Потому что у нее девять внутренних единиц. И как бы это вдохновляющая сила для мужчины. В одной только ее походке, вот просто в ее природе уже есть все привлекательное для мужчины. В одной только внешности. Не говоря о том, когда мужчина уже… А в обнаженной женщине, это шок может получить. Удар по нервам, говорит. То есть, влияние очень могущества. Это используют рекламы, когда хотят продать какую-то вещь. Какие-то красоты сидят на капоте, машины новые, допустим. Да, это связано. И человек будет смотреть. Все, что в руках красивой женщины, кажется значительным. Как становится чем-то важным. Понимаете? В глазах мужчины. Я вас любил, любовь еще подможет. Моя душа угостится всем. И он там представляет какую-то богиню там в небесах. Это влюбленность. То есть, женщина вот внушает такие мысли возвышенные мужчине девятью единицами. Но эти девять единиц выражены во внешности. Как мы говорим, в ее пополки, в ее поведениях, в ее одеждах. Как она себя показывает тоже. Мужчина так себе не показывает. Не вижу, что мужчина ходил там с эпидементом. Вон так, кем образом. Это уже мужчина странно, аномальный. Это же не мужчина, правда? А для женщины это нормально, это естественно. И девять единиц это в целом. Потому что там есть разные характеристики. Например, женщина в четыре раза сильнее чувствует голод, чем мужчина. Или в девять раза в четыре раза. Там есть другие еще сравнительные вещи. Но если усреднить, то примерно в девять раз у нее желание сильнее, чем мужчины. Глубже ее разум и чувство. Глубже. В этом плане она сильнее, но и слабее. Знаете почему? Зависимее в девять раз от обстоятельств. Она переживается глубже, во многом, в много раз. И она в этом плане слабее. То есть на нее больше влияния оказывают обстоятельства. События какие-то, отношения. Если вы говорите в слово любовь, то для мужчины любовь это вот одна единица, а для женщины девять единиц. Если вы говорите разрыв отношений, то для женщины и мужчины по-разному это переживаете. Теперь понимаете, да, почему? Почему целомудрие женщины очень важно? Потому что если она хоть раз в жизни кому-то сердце отдала, мужчине, то второй раз уже сделать она так же не сможет. То есть она глубже устроена этому. Женщины берегут их, берут их зло мудрия. Больше, чем мужчины. Мужчина в этом плане более защищен. Он менее чувствительный, но более защищен на обстоятельствах. По всякому поводу женщина плачет. Мужчина не будет плакать по всякому поводу. Он защищен больше. При этом их разум и эмоции работают тоже по-разному. В разном режиме. Например, у мужчины что-то одно. Либо разум, либо чувство. Если включается разум, принимать решение нужно ему. Вот он сейчас размышляет, анализирует, что-то принять решение. Например, чувства как бы устраняются и не мешают ему. Для женщины это такой, знаете, судья. Она даже боится его в таком настроении. Жесткий такой судья, принимающий решение. Все, чувства как бы нет. С другой стороны, если чувства пробуждаются, разум устраняется. То есть перед нами придурок. Буквально придурок. Странное поведение, болтается к юрну, за каждой рюкей бегает. Не знаю кто, напеваете иногда. То есть похотливый такой пужинка. Который просто чувство слегуглажает. Просто как придурок. Как говорится в детах, джада придурок. Это не мужчина. Вот такая странная психология. Как, скажем, из опыта военных действий. Мужчина под пулей идет. Ничего не боится. Героя. Ранение получил. Вот, пожалуйста, пример. Прямо под пулями действует. И там, так сказать, в госпиталь попадали. Там медсестра берет, шприц достает, и он боится. Почему? Вот вам пример. Когда эмоции были отключены, он герой. Когда разум включился, он боится. Поэтому любой мужчина может быть как предателем, так и герой. Это уже психология доноска. Один и лучший человек. Случай с Леонардо Довичем. Не с ним конкретно, но и история из его жизни. Вы знаете, это известный, великий, генеральный художник итальянский. Чакон для весь мир знает. Он искал прототип Иисуса Христа для своей Тайной Вечерии. То, что он достал Тайной Вечерии. Известная работа. Резкая. И трудная была задача. Нужно было найти... А относительно молодого человека, но, знаете, обраны будут очень глубокие и мудрые. Обычно старики такие глубоко мудрые выглядели. А молодые нет. Нужно было найти относительно молодого человека, 33 года. В течение полутора лет он искал прототип. Долго. И однажды в одном храме заметил в хоре юношей вот такого человека. Красивый. И вот выглядел очень внушительно и умудренно. Он пригласил в мастерскую и сделал с него вот портрет для Христа. Все. Считал, что работа будет закончена. Но когда приступил к апостолам, он понял, что прототип, образ Иуды сложнее, чем образ Иисуса. Потому что нужно изобразить одного из апостолов. Однако в нем живет Иуда. Очень двойственно, лично сложный прототип сегодняшний. На два года искал, не мог найти. И уже не знал, что делать заказчики Давидом его. И однажды Леонард шел по дороге. И на обочине он увидел пьяного, молодого человека, мертвецкого. Посмотрел, такой лип достаточно чистый, уже осквернен вот каким-то пороком. Одновременно как-то сочетается то, что ты сказал. Он позвал своих помощников в суд, как принесите мне, например, ты с кипятого человека в мастерскую. Его усадили там, он с него сделал рисунок, образ Иуды. И пока он его изображал, этот человек очнулся от пьяного угара. Ты сказал, я здесь был два года назад. Вон мой портрет нарисовал покушение. Это была одна и та же личность. Одна и та же личность. Как это в жизни бывает? Я знал пример одного человека, который в следствии, именно, был очень высоко, как бы, продвинут в социальном смысле слова. А после крушения советского строя, он стал покрыт. Он не перенес крушение. Вот вам разум, и вот вам учу. Вот что. То есть от суммы тюрьмы, говорите, не зарекаясь, что ты можешь улучшать там, а потом вот неизвестно, когда ты окажешься где. Как ты сможешь управлять разумом учу? Ну, от тебя зависит. Если ты мужчина, ты должен научиться еще до того, как ты вступишь в деятельности и в брак войдешь. Должен научиться управлять эмоциями, чувствами и разумом. Наши с этому не учат. Нет такой школы, ни средней, ни высшей, ни специальной школы. Здесь на институте мы об этом говорим, конечно же. Издаем литературу в этом плане. У нас есть практика специальная. Что ж, как же создать этот разум могущественный, сильный разум. Потому что это воля человека, его решимость, это как раз важная энергия для достижения любых целей. А сейчас мы привыкли, что? Какие-то искать формулы, какие-то подсказки. Как сделать, чтобы были деньги, допустим. Это черная магия называется. В черной магии есть такие разделы. Как выиграть большие деньги? Я вам сейчас скажу, как они выигрываются в черной магии. Нужно сесть за стол игральный и вниз взять скатерть, так и потянуть, сказать, все ко мне, все мое. Вот так вот, и выигрываются. Но нужно специально еще работать над этим, что это не просто так. Это черная магия называется. А жизнь и путь, он другой здесь все. Черная магия не поможет нам достичь высочайшего уровня. А лишь вот что-то внешнее. Вот мы сейчас готовы на все, лишь бы только получить какой-то материальный результат. Вот сейчас для чего скатились мужчины. А это лидеры общества. Духовные и во всех отношениях люди тоже. Потому что у них разум освобожденный может быть. Это самая сильная как бы часть его стороны. Это его делают мужчины. Если разума нет, это уже не мужчина. Так вот женщина. Женщина, у нее разум и эмоции работают синхронно. Вот так вот одновременно. Трррррр, такой вибрирующий режим. Тестаньте, попробуйте так. Можете так. Невозможно. Для мужчин невозможно чувство разума одновременно. Это беспокойство. Она постоянно волнуется, беспокоится. И при этом она все понимает девять раз лучше. Она понимает, что он-то дурак вообще-то в этом материальном плане. Он ничего не понимает. Вот он может на решение какое-то добиться чего-то, а вот все это организовать внутри, а она мастер. Она во много раз превосходит эти вещи. Поэтому мужчина строит стены, а женщина уже отношения внутри все эти организует. Главную материальную составляющую делает женщина. Хозяйка в этом мире материальном женщина, говорит. Мужчина, нет. Мужчина приносит деньги ей, 10 тысяч долларов. Говорит, вот деньги ей, заработал. А, что, неплохо, что 10 тысяч долларов, кажется. Нормальный день. Но как смотрит женщина, ее 9-10. Как только она видит эту сумму, у нее уже в разуме появляется все, что необходимо купить на эти деньги. Сразу вырастает ее желание. И она смотрит и говорит, денег нет. Что, разве ты деньги? Я тебе принес деньги. Что это? Какие тут деньги вообще? Сколько вы не принесли женщине, никогда вы не удовлетворите эти деньги. Это на бесподвение. Сказка-залтеры, тебе уже читали. В школе же проходили. Жил, стоит со своей устрругой, самой семьей. И начинается сказка. Теперь ты, друженька, довольна, да ты что, дурак? Один день довольны еще хуже. И чем больше, тем хуже. Так вот, говорится, вот это вот масло, мужчина, масло. А вот это огонь. И вот, чем больше вы масла подливаете в огонь, тем больше огонь, тем больше потребностей из украины. Поэтому нужно разум мужчины контролировать, регулировать это все. Не безгранично, потому что и вы погибнете так, и семья ваша погибнет. Если вы безграничны будете раздувать материальные желания, это дети ваши унаследуют. И конец вашей династии будет. Они сдопотребляют всеми вашими деньгами, вашим наследством, они подстанут кем угодно. Деньги разручают человека. Как? Вместе с женщиной. Сказали. Деньги с женщиной вместе. Сами споспедения не опасно, но там женщина появляется, когда деньги. Вот тут-то тоже опасно. Поэтому есть другая притча. Козел и коза. Козел понимаете кто, а коза это женщина. В этой притче. И коза вдохновляет его своей формой, своей фигурой, рогами изящными и так далее. А он значит готов работать, когда смотрит на него. И она говорит, вот видишь там, принеси, пожалуйста. Вот ты-ты-ты-ты. Значит, все хорошо. А теперь это сделаем. А теперь он видит, что на ответственной скале красивый цветок принеси, пожалуйста. И тут козел начинает понимать. У него разум есть, что там козель не соберешь. Он мне сказал, дорогая тут. Ну вот я делаю такое опасное. Ну ты же меня любишь? И тогда вот в этот случай у этого козла есть рога. И он припирает к стенке рогами в этом случае. И она говорит, да я просто пошутил, мне не нужно будет цветок. Вот так устроена женщина. То есть женщина, если всем довольна, значит рядом мужчины нет. И она будет чуть-чуть недовольна. Потому что мужчина может чуть-чуть ее ограничивать, контролировать ее потребности. Немножко готовиться. При этом должен давать столько внимания, чтобы она защищена его как бы вниманием именно в обществе. Не исполнением желания, а вниманием. Это важный момент. Потому что когда, говорится, огонь и масло бесконтрольно соединяются, пожар будет. Вот сейчас то, что мы видим, культура, она идет именно в этом направлении. Сейчас мужчины искусственно, искусственно, они все возбуждены сексуально. Больше, чем в нашу бытность, когда было невоих реклам, был эскетичный образ жизни, была какая-то мораль коммунистическая того времени, она касалась тех мужчин. Но у нас так воспитывалось. Вот с этой стороны, могу сказать, прайдится гигантская. То есть сейчас культура стала сексуальной. Уже юноши сразу попадают на эту удочку. Мы видим, характер меняется у них, это уже не мужской характер. Они хотят деньги, деньги. Зачем? А там за деньгами женщина какая-то исполняется. За любое страстное проявление мужчины какая-то удовлетворяющая женщина находится. И сейчас поговорим об этом. И вот когда у женщины это вибируется одновременно, она все как бы чувствует, понимает, решение принять не может. Есть разум и чувства мешают принять решение. Например, сына наказать, она строго не может отмечать. Она понимает, что надо наказать, но она идет к отцу и говорит, слушай, так, так, так. И когда он наказывает, и он чувств отключает, и она в страшной помощи, убьет. То есть она ее пытается как-то снявшить потом еще. Он говорит, ну, уходи отсюда. Сейчас я сам расскажу, я мужчина вообще. Вот, кстати, мужчина и женщина. Поэтому она идет и говорит, дорогой, ну, что будем делать? Так или так, так или так. Для него это беспокойство. Поэтому он применяет такую решимость, силу. Будем делать так, все. В таком духе он действует. Ты сможешь сказать, держу. Все, принимаю решение. И она говорит, ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Она постоянно будет вот так связи. Но он принимает решение, делает и ошибается, например. Она говорит, а я теперь говорила, говорила, говорила. Или не ошибается, я говорю, тоже говорила, говорила. Все, она защищена, защищена мужчина. Он принимает решение, все отвечает он. Все плоды ей достаются, все ошибки ему. Все, 9 одних защищены, все хорошо. А у него нет проблем, единицы, знаете. Ошибся, ну и что? Делай по-другому, какая-нибудь. Мужчина простой. Мужчина без женщины говорит, что он может жить под деревом. Написано это. На почке проживет. Но если женщина появилась, на этой почке появится много чего. И он это все будет делать, и она будет заказывать. Вот эта сила женщины внутренняя, физически она слабее. Это еще, кстати, не совсем правда, что она физически слабее. Знаете об этом? Что Юлью это говорит? Физически они равны силой, мужчина-женщина. Но ее вся сила в матке. Для рождения детей мужчина не способен родить ребенка. У него сила в мускулах, вот внешняя сила. А у женщины есть своя физическая сила. И, собственно, они равны по силе. Но по внутренним составляющим женщина намного превосходит мужчину. То есть поймите, что сейчас, о чем я говорю, мы находимся под контролем женщины сейчас. В данный момент времени. Вот хотите вы или этого не хотите. Что вы там думаете, не знаю. Но факт таков. Как я это могу утверждать? Так вот, не знаю никого. Толкому. Да, по своему мнению. Безусловно. И по эмоциональной составляющей, которая сейчас вы проявляете. По тому, как вы слушаете, как вы любите. Также могу понимать такие вещи. Но это с опытом, как сказать. Что сейчас еще мы под контролем женщины. Под питой, в основном. Поэтому, как бы, у нас нет, как бы, вот, редко встречается мужчина с личным желанием какого-то осмысления жизни. Вот пока женщина вот туда толкнет какая-то, там, разбудит, там, про здоровье, там, про ребенка, про благополучие, там, про цель жизни. Пойди туда, пойди сюда, послушай, то, сделай это, как с ребенком с ним возиться. Потому что, когда в те времена, вот, мы начинали эти знания получать, мужчины были другие. Они живо и текстовались с ним, они читали очень сложные книги, понимают. Например, Багава Ди, то ли, или читать прям на улице, буквально. Читать, понимают. Сейчас, с кем-то раздаваясь, если на эту тему, практически даже и полминута человек не будет слушать, не пойдет уже дальше. Вообще, какая-то его, да, ничего не понимает. Не может быть это дочь, потому что сейчас интернет, сейчас и то, и другое, везде внимание отвлекается, киношки всякие, не знаю, там, игры, дети, деньги, семья. У меня сейчас все ковартаковый такой, в этом плане. В плане ума настроения, хаос сейчас у меня. Поэтому сейчас я скажу, подумайте, хотя бы пять минут на какую-то одну тему, не отвлекаясь никуда, вы скажете, неожиданно. Я даже секунды не могу, три секунды, сейчас на чем-то одном, глубоко. И вот задача именно углубиться, вот в свой разу достичь его, реализовать его, используясь в этот разу. У нас с вами резервы огромные, понимаете, мы за всю жизнь можем не использовать даже и несколько процентов. Как говорят, психологи, человек использует, примерно, 10% всех возможностей внутренних. Ну, на самом деле, меньше, честно говоря, смотря с чем все измеряем. То есть, в нашем случае, если измерять меньше, еще меньше у нас реализации.